Строительство белорусской части пункта пропуска Переров-Беловежа началось в 2012 году. Заказчиком выступил Госпогранкомитет. Деньги около 17 миллиардов рублей были выделены из республиканского бюджета в рамках государственной инвестиционной программы с целью улучшения инфраструктуры границы нашей страны. Был разработан проект, учитывающий особенности местности и направление деятельности пропуска. Мы старались выдержать архитектуру, все-таки это Беловежская пуща, отделка деревом и где-то даже элементы интерьера, они схожи с польскими. Но я могу обратить внимание на то, что в этом пункте пропуска все современные технологии имеются. Здесь полностью система адаптированная в пограничную систему пограничного контроля, таможенного контроля. Эта система закольцована по республике, они получают все свежие данные. Кроме того, этот пункт пропуска абсолютно автономный. Здесь есть своя скважина, здесь есть даже дизель, если промышленная электричество пропадет, собственное отопление, поэтому они могут в любых условиях здесь выжить. Пересечь границу на этом пункте можно было еще с 2005 года, но ранее наши и польские таможенники и пограничники работали в одном помещении на территории Польши. И такое соседство хоть и было дружелюбным, но все же вносило определенные сложности в работу специалистов. Пропускная способность и время регистрации были значительно более долгими, так как работать там могли только несколько человек. Сейчас же оформление будет гораздо более мобильным, что безусловно должно поспособствовать эффективной интеграции туристической деятельности Национального парка Беловежская пуща в региональную сеть туристических объектов и маршрутов. Беловежская пуща это та жемчужина, которая интересуется, в которую хотят попасть не только люди, которые проживают на польской территории, но и французы и немцы. И как раз вот по нашим прикидкам и по подсчетам, что здесь мы можем год, если нормально заработать этот пропуск, и если будут решены все вопросы или проблемы по упрощению режима прохождения туристов, будем так говорить, то мы можем зарабатывать немало денег, где-то около 2 до 3 миллионов евро, это немалая сумма. Туристам, которые собираются полюбоваться красотой заповедника на белорусской и польской территориях, стоит только учесть тот факт, что пункт пропуска переров Беловежа не является круглосуточным в силу своей специализации на пропуске пешеходов и велосипедистов. Его работа будет осуществляться только в дневное время с октября по март включительно с 10 утра до 8 вечера, а с апреля до конца сентября с 9 утра до 9 вечера.